Понятие халал производители продуктов превратили в маркетинговый прием. Однако этот значок на продукции не всегда гарантирует, что колбаса или пельмени действительно соответствуют мусульманским нормам приготовления пищи. Об этом говорили и на научной конференции в Алматы. В Египетском университете исламской культуры собрались представители духовенства, ученые и сами производители, чтобы обсудить вопросы спекуляции понятием халал. Как отметил в своем выступлении Верховный Муфти и Казахстан Ержан Хажем Алгажаула, ситуация в ряде случаев доходит до абсурда, когда предприниматели в целях привлечения клиентов называют словом халал, бани, станции техобслуживания. При том, что это относится исключительно к пище, да и в этом случае производитель не всегда честен с потребителем. Почти все предприятия, выпускающие продукты питания, стремятся пройти добровольную сертификацию, введенную несколько лет назад, и поставить на свой товар значок халал. Однако не всегда это значит, что продукт действительно соответствует нормам. Исследование, проведенное Казахстанско-японским инновационным центром, показало, что из почти 300 наиболее популярных продуктов, только 14 марок на самом деле отвечают мусульманским требованиям приготовления пищи. Духовное управление мусульман Казахстана вводит собственную сертификацию продуктов. Мы шли к этому полтора года. Более 250 имамов по всей стране прошли обучение, и пока мы будем проводить сертификацию в одной из лабораторий, с которой мы заключили договор, а вскоре откроем собственный центр тестирования пищи.